Заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Заседание проходило в Большом Зале И оно происходило по запросу украинской делегации Запрос, который был сделан еще в сентябре прошлого года Во время визита Петра Порошенко сюда на открытие Генеральной Ассамблеи Петр Порошенко действительно обрисовал удручающую картину На востоке Украины, в Крыму, которые он называет оккупированными В частности, президент Украины сказал, что 44 тысячи квадратных километров Или 7% украинской территории находятся, по его словам, под прямой оккупацией Он имеет в виду не только Донбасс, но и Крымский полуостров И, ну, в общем-то, мы услышали ряд обвинений в адрес Российской Федерации Которые мы нередко слышим из уст украинских официальных лиц В частности, президента Порошенко Он заявил, что Россия пытается перекроить, нелегально перекроить границы Европы Он говорил о том, что Путин, очевидно, заинтересован в воссоздании В некой форме Советского Союза И призывал западные стороны не допустить этого Президент Порошенко заявил, что существует реальная угроза военной эскалации конфликта В частности, он указал, что в так называемых непризнанных республиках Донбасса Действуют более 35 тысяч боевиков или нелегальных вооруженных формирований с точки зрения Украины Он сказал, что там же находятся более 2000 солдат регулярной российской армии И на границе России и Украины дислоцированы, по словам Петра Порошенко, 87 тысяч российских военнослужащих И он считает, что такая концентрация войск создает реальную угрозу дальнейшей эскалации конфликта Он, в частности, упомянул и тот факт, что эскалация конфликта происходит не только на земле, но и на море Он упомянул инцидент в Керчевском проливе, в результате которого были захвачены три украинских судна и члены их экипажей Петр Порошенко потребовал их немедленного освобождения Вот что он сказал, давайте послушаем Я хочу подчеркнуть, что они не преступники Согласно Женевской конвенции, они являются военнопленными Но Россия отказывается слышать многочисленные призывы к их освобождению Продолжает игнорировать резолюцию, принятую Генеральной Ассамблеей в декабре прошлого года Сегодня я привез обращение к генеральному секретарю с просьбой усилить давление на Москву с целью освобождения украинских моряков Это обращение было подписано тысячами украинцев за последние дни Вот это обращение, подписанное лидерами Украины, и вот эти подписи Я привез эти документы в Нью-Йорк и передам их генеральному секретарю Петр Порошенко также заявил, что Россия ведет пропагандистскую войну против его страны И пытается провести свою версию событий, которые, по словам украинского президента, не соответствуют действительности И он заявил, что Украина не оставит усилий, не пожалеет никаких усилий для того, чтобы правда, как он говорит, восторжествовала И чтобы ложь, как он говорит, российской пропаганды не прошла Вот что, в частности, сказал еще Петр Порошенко, говоря о том, как оценивает ситуацию на востоке Украины российская, государственная пропаганда, государственные СМИ И что на самом деле происходит, давайте послушаем Давайте скажем раз и навсегда В Украине нет никакого кризиса, нет внутреннего конфликта А имеет место продолжающаяся оккупация и вооруженная агрессия России против Украины Стоит отметить, что в докладе главного прокурора международного суда Конфликт в Крыму и Донбассе признается вооруженным конфликтом между Россией и Украиной А попытка аннексии Крыма продолжающейся оккупацией полуострова Петр Порошенко остановился также на ситуации с правами человека На временно неконтролируемых территориях Восточной Украины и в Крыму Он заявил о том, что там убийства, пытки, преследования по политическим мотивам Стали чуть ли не ежедневным явлением И призвал международного сообщества обратить внимание и на эти факты Он говорил также о разрушении инфраструктуры этих регионов Которые происходят, по его словам, по вине России В частности, Порошенко сказал, что 27% индустриального потенциала Донбасса Были незаконно вывезены на территорию Российской Федерации Петр Порошенко выступил с некоторыми предложениями Которые, впрочем, он уже озвучивал ранее Но он повторил их сегодня в Генеральной Ассамблее Он, в частности, предложил лишить Россию права вета в Совете Безопасности По крайней мере, при рассмотрении тех вопросов Которые непосредственно касаются Российской Федерации И также Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций Направить миротворческий контингент на восток Украины, в Донбасс Причем он подчеркнул, что мандат этих миротворцев Должен покрывать всю территорию, которую не контролирует сейчас Киев То есть миротворцы должны быть размещены на границе с Российской Федерацией тоже Но надо отметить, что ни одно из этих предложений, вероятно, не будет принято Организацией Объединенных Наций Просто потому, что Россия их заблокирует После своего выступления президент Порошенко присоединился к украинской делегации в зале Генеральной Ассамблеи В числе делегации был также министр иностранных дел Украины Павел Клинкин И Порошенко в течение довольно долгого времени сидел в зале, слушал выступления других ораторов До тех пор, пока на трибуну не поднялся постоянный представитель России при ООН Василий Небензи В этот момент украинская делегация встала и покинула зал Генеральной Ассамблеи Что касается выступления российского представителя, то он подчеркнул, что никаких российских регулярных войск в Донбассе нет И обвинил Украину в вопиющем нежелании исполнять минские договоренности Вот, можно сказать, как сформулировал позицию России в этом вопросе представитель России при ООН Василий Небензи Давайте послушаем Если кто-то и оккупирует сегодня украинскую территорию, так это майданная власть, находящаяся под внешним управлением Про Крым я сегодня даже говорить не буду Крым — это Россия Этот вопрос закрыт навсегда самими крымчанами Мы видим, что обе стороны обозначили свои позиции не в первый раз В общем-то не остается никакого просвета для того, чтобы появилась надежда на некий диалог между этими сторонами Стоит отметить также, что другие ораторы, выступавшие сегодня, представители ряда европейских стран, Европейского Союза, в частности представители Соединенных Штатов Выступили в поддержку Украины в этом вопросе В частности, заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил о том, что США сохранят санкции против Российской Федерации до тех пор, пока не будет полностью восстановлен суверенитет Украины Продолжение следует...